История созидательного духа. История семнадцатая. Спецпоезд отправляется в Москву. Первую зарубежную международную конференцию, приуроченную ко дню рождения компании Тяньши, господин Лидзе Ньюань решил провести в Москве. Организация такого форума сопровождалась несколькими сопроводительными маркетинговыми событиями, которые придавали ему грандиозность и праздничность. Во-первых, китайских дистрибьюторов до границы с Россией вез спецпоезд с маркировкой Тяньши. Во-вторых, для придания веса мероприятию на него были приглашены видные политические деятели России. В-третьих, сама конференция началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна Китайской Народной Республики. Господин Лидзе Ньюань, предприниматель, душа которого полна патриотизма, «Он любит мир и больше всего свою родину». Министерство железных дорог КНР оказало поддержку необычному грандиозному проекту и утвердило специальный международный поезд «Тяньши», который был украшен символикой корпорации и надписью «Тяньцзинь, Москва». Во время следования поезда, везшего делегацию китайских дистрибьюторов к границе с Россией, на станциях к нему выходили местные тяньшисты, чтобы поприветствовать счастливчиков, отбывавших на праздник за границу. Когда специальный поезд прибыл на таможню «Суй-Фэнь-Хэ», была проведена торжественная церемония поднятия государственного флага КНР. Это был первый масштабный выезд столь представительной команды тяньшистов в чужую страну. После прохождения таможни партнеры тяньши отправились в аэропорт Владивостока и вылетели в Москву. Концертный зал Гранд-отеля у Красной площади в Москве был заполнен гостями. На празднование дня рождения тяньши были приглашены мэр Москвы Юрий Лужков, советник президента Российской Федерации Владимир Шевченко, бывший президент СССР Михаил Горбачев, посол Китая в России Утао. Более 120 высокопоставленных должностных лиц России и Китая присутствовали на этом мероприятии. Собрание гостей таких высоких статусов создавало особую эмоциональную атмосферу. Под экспрессивные звуки марша добровольцев государственного гимна КНР к потолку медленно поднимался пятизвездочный красный флаг. Все представители Китая плакали от волнения вместе с Лидзинь Юанем. С самого начала своего пути компания Тяньши не использовала ни центы из валютного запаса КНР, но добилась победы на международных рынках и внесла вклад в экономическое строительство и развитие политики реформ и открытостей.